Здравствуйте! Меня зовут Хохлова Дарья Сергеевна, я являюсь студенткой 32 группы 3 курса юридического факультета Курского государственного университета. Правовая защита многодетных семей. Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации, материнство и детство, семья находится под защитой государства. Какая же семья считается многодетной? Единых критериев, определяющих семью как многодетную, на федеральном уровне нет. Региональные власти самостоятельно определяют понятие многодетной семьи. В Курской области многодетная семья – это семья, в составе которой есть трое и более детей до 18 лет и дети, достигшие совершеннолетия, но обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, за исключением дополнительного образования, до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. Подтверждением обучения в образовательных организациях является справка об обучении ребенка или детей, выданная образовательной организацией. Итак, куда же обращаться для предоставления статуса многодетной семьи? За получением удостоверения многодетной семьи необходимо обратиться в МФЦ или подать заявление на едином портале государственных и муниципальных услуг. Данное заявление будет рассмотрено в течение 45 дней. Какие льготы предусмотрены для многодетных семей в 2023 году? Первый вид льготы – это при рождении третьего ребенка и последующих детей многодетным семьям выплачиваются дополнительно, единовременно и ежемесячное пособие на родившегося ребенка или детей. Выплаты назначаются и производятся по месту работы, службы или учебы родителей. Если же не трудоустроены оба родителя, тогда пособие сможет получить любой из них в органах соцзащиты населения, и данное положение содержится в статье 11 Федерального закона о государственных пособиях гражданам, имеющих детей. Второй вид выплаты – это компенсационная. Компенсационная выплата по уходу за ребенком до полутора лет – это пособие для родителей, которые ухаживают за маленькими детьми и не работают. Она не относится ни к социальным пособиям по уходу за ребенком, ни к выплатам, которые зависят от семейного дохода. Ее выплачивает исключительно работодатель. Требования к доходам при назначении пособия не работающим такие же, как в едином пособии на детей и беременных женщин. Если у женщины не было официальной работы, пособие по беременности и родам ей не положено. Но есть и другие выплаты, которые можно получить даже без официальной работы. Это единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты на первого и второго ребенка до трех лет семьям с низким среднедушевым доходом, пособие по беременности при постановке на учет до 12 недель для женщин в трудной финансовой ситуации. Также многодетным семьям положен ежегодный отпуск в удобное время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет. Вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного участка. В решении Курского городского собрания от 19 ноября 2019 года номер 93-6 РС в редакции 2022 года указано, что полностью от уплаты налога освобождаются граждане, имеющие трех и более детей. Дополнительный вычет по налогу на имущество для одного объекта в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры и 7 квадратных метров общей площади дома на каждого ребенка до 18 лет. Субсидия на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей. Ежемесячный стандартный налоговый вычет на несовершеннолетних детей Субсидия на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива. Субсидии предоставляются гражданам на основании постановления правительства РФ от 14 декабря 2005 года номер 761 о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ по месту их постоянного жительства, с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей. В случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле доходов граждан на указанные цели в совокупном доходе семьи 22%. Для многодетных семей данный процент составляет 15. Досрочная пенсия для матери. Согласно статье 32 Федерального закона от 28.12.2013 года номер 400 ФЗ о страховых пенсиях, многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно в зависимости от количества детей. С 2023 года женщинам, родившим трех и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия назначается в 57 лет. Дополнительные льготы могут быть предусмотрены на уровне регионов. Как же оформить документы для предоставления предусмотренных льгот? Через Социальный фонд России, либо МФЦ. Кроме того, большая часть услуг предоставляется с помощью единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг. Обратите внимание, в случае переезда на постоянное место жительства в другой регион, семья теряет оформленный ранее статус. На новом месте жительства необходимо заново подать документы и оформить льготы заново. Итак, куда обращаться в случае нарушения прав многодетных семей? Заявления, касающиеся нарушения прав многодетных семей, отрисуются в контролирующие надзорные ведомства в рамках их компетенции. А именно, можно обратиться непосредственно к руководству проблемного учреждения или организации, в Комитет социальной защиты населения города Курска, в Министерство социального обеспечения материнства и детства Курской области. Также можно обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Курской области Листопадовой Наталье Геннадьевне, в Прокуратуру Курской области или в Курский районный суд. Редактор субтитров А.Семкин